Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей, и я приветствую вас на канале Гера Инконтент. Сегодня, как вы можете слышать, мы находимся на стрелковом комплексе, это спортивный стрелковый комплекс АПСАМ. Конкретно мы находимся на площадке для луковых арбалетов, и я хочу вам рассказать о нашем новом луке Red Fox. Это новая модель, точнее, это новая версия модели. Лук Fox мы анонсировали еще год назад. Лук Red Fox является модификацией базовой модели Fox. По размерам и форме он полностью соответствует, но отличается, в первую очередь, цветом и материалом, а также отделкой. Для плечей этого лука использована шпон африканского дерева Дусия, характерного рыжего цвета, полностью соответствует характеру лука. Конкретно этот лук оборудован докроновой тетивой фламандского типа, более эластичной, которая позволяет вести комфортную и точную стильбу. Сейчас мы установим тетиву и посмотрим, что в деле. Итак, для установки тетивы сначала определяем верх-низ, затем очень важно следить, чтобы тетива легла в направляющие желудки на кобылках. Так, упираемся и всем корпусом сгибаем верхнее плечо лука, одеваем верхнюю петлю за рубку. После этого проверяем, чтобы тетива легла ровно в направляющие. Лук подготовлен к работе. Для нового лука мы рекомендуем провести разминку лука. То есть, как только вы первый раз отделите тетиву, перед тем, как стрелять, нужно сделать несколько десятков раз, натянуть лук сначала на треть длины, потом на половину, потом на полный вытяг. Это нужно для того, чтобы плечи лука разработались, вошли в форму, так сказать. Чтобы лук привык к будущей работе, и это обеспечит ему долгий ресурс и качественную стрельбу. Итак, сначала берем и немножко натягиваем на часть вытяга, затем начинаем вытягивать где-то на две трети и на полный вытяг. И так несколько десятков раз. Итак, наш лук готов к работе. Как я уже говорил, на нем установлена фламандская тетива. Пару слов о фламандских тетивах. Мы часто говорим, что тетива фламандского типа, тетива спортивного типа. Чем они отличаются? Тетива фламандского типа, это, скажем так, достаточно известная с давних пор тетива. Ее особенность заключается в том, что петли у нее заплетены в косичку, так называемую. На спортивных тетивах петли сделаны другим образом. Там сделана, так называемая, бесконечная петля, и концы оплетены ниткой специальной, которая защищает от истирания. Здесь же сделано иначе. Такие тетивы известны еще с незапамятных времен. Традиционно раньше лучники тетивы привели для себя сами. На тетиве уже установлены, как видите, глушилки из лисиего меха. Для чего они нужны? Луки быстрые, резкие. И в момент выстрела тетива вибрировали. Это снижает комфорт выстрела, пагубно отражается на точности и создает лишний шум. Глушилки позволяют от всего этого избавиться. Они гадят вибрацию, снижают шум и повышают комфорт выстрела. В центральной части тетивы имеется так называемая центральная обмотка. Она предназначена для того, чтобы защищать основу тетивы от перетирания в момент выстрела. При контакте с пальцами стрелка, при контакте с навыщем стрелка. В центре, четко напротив так называемого места стрелы, на тетиве установлено гнездо. Гнездо такое устанавливается исключительно под конкретным стрелка. И в базовую комплектацию не входит. Сама рукоять, как я уже говорил, имеет кожаную обтяжку. В этом месте имеется специальная накладка. Она симметричная, поэтому подходит для стрельбы и с правой руки, и с левой руки, а также для стрельбы восточным стилем, когда стреляют таким способом, и европейским стилем, когда стреляют таким способом. Поскольку стрела кладется с разных сторон. А внутри рукояти имеется вставка. Резиновый демпер из микрополистой резины, который снижает вибрацию. А также повышает комфортность и дерзание лука. Хочется еще сказать про этот лук. Сам по себе этот лук имеет полностью активные плечи. Что это значит? Это значит, что плечо эластично по всей длине. В старые времена у прототипов таких луков плечо было упруго не по всей длине. В этой и в этой части были жесткие вставки. Упругая была только примерно половина, а то и меньше от длины плеча. В современных луках все плечо упругое. И это сильно повышает КПД, повышает скорость. А также лук получается намного легче. И более комфортно в среде. Ну что ж. Лук наш готов к работе. Постреляем. Ну что друзья. Полюбились питания. Показали самые лучшие характеристики нашего нового лука. Red Fox показался от самой лучшей стороны. Конфортно в этих прогнозируемых выстрелах. В то же время при компактных размерах очень высокая скорость. Что ему сказать? Рекомендую. Хорошая вещь. Продолжение следует.